Канал Runenstein 1 представляет. Ульм, город на костях, часть 2. Доброго времени суток, уважаемые зрители и подписчики. Как я вам уже обещал в прошлом видео, я посетил место раскопок в Ульме и пообщался с археологами по месту. Полученная информация пригодится мне для отчета по археологической практике, которая висит на мне академической задолженностью аж за второй курс, хотя я уже закончил третий курс исторического факультета. Пообщавшись со специалистами в области археологии, я побывал в шкуре осла, а ослик Иа так и пасется на том же месте. А теперь приступим. Я нахожусь в Ульме на улице под названием Нойш-Трассе. Вдалеке видна башня, одно видео о ней есть на моем канале. Данная башня увенчана двумя шаровыми наконечниками. Они же закреплены на вершине рупорной антенны. Медленно переводим камеру в западное направление, и перед нами возникла, ну, вроде бы как церковь. На вершине расположены два шарика и, как всегда, рупорная антенна. Это здание называют сейчас Домом Встреч. А вот здание рядом, которое чуть-чуть левее, называется Троицкая церковь. Перед нами стройплощадка вся как на ладони. Съемку в этой точке я веду из специальной смотровой кабины. Заходить на строительную площадку категорически запрещено. Под белым навесом, который вы сейчас видите, ведутся археологические раскопки. На объекте работают шесть археологов, которые собирают исторический материал. Глядя на это здание, можно перепутать с православной церковью. Съемки я проводил в течение двух дней, поэтому вы замечаете разницу на фотографиях. То есть, в один день пасмурно, в другой день солнечно. Но сути это не меняет. Я вам расскажу, что же здесь на самом деле. Археологов вызывают на строительную площадку, если обнаружено что-то очень интересное. Интересными могут быть как и останки человека, так и какие-то предметы. Все строительные работы огорожены очень высоким, непросматриваемым забором. Это делается для того, чтобы зеваки просто так не совали туда свой нос. Но в этом случае сделали исключение и установили специальную смотровую кабину. Установили так, чтобы вы толком не смогли ничего рассмотреть. Все заборы и вся округа увешаны рекламными баннерами строительных компаний. Ну и вот такие вот плакатики висят, что проход запрещен. Я подошел с юго-западной стороны объекта, чтобы вычислить перепад высот. И обнаружил здесь вот такой памятник. Это памятник Максу Эйту. Это знаменитый немецкий инженер, который последние годы своей жизни провел в Ульме. Но интересно мне показалось то, что на этом камне написано. В переводе на русский это звучит примерно так. Не теряйте мужского мужества в борьбе за жизнь. Никто не боролся с собственным долгом. С тех пор дано это людям напрасно. Одним предложением это будет звучать так. В борьбе за жизнь не боритесь с вашим призванием. Это напрасно. Кому на самом деле принадлежат эти строки я не знаю. Но смысл сокрытый в чем-то здесь присутствует. Отойдя несколько метров от камня, я оказался у аттракциона для туристов. Это обычная винтовая лестница. Подобные лестницы встречаются во всех католических церквях. Но эту лестницу установили здесь специально. В память о местном ульмском Икаре. Он тоже мечтал летать и попробовал это в 1811 году. Осуществил он это именно с этого места. Вы видите герб с орлом. Ну а вот так сейчас выглядит сам аттракцион для туристов. Винтовая лестница установлена под наклоном в 10 градусов, уходящая наверх почти аж на 20 метров. При ее установке обнаружили часть городской стены, но археологов сюда не вызывали. Зачем? Вот так вот еще обычно выглядят места, куда археологов не вызывают. Старые стены, обнаруженные под многометровым слоем глины, просто накрывают пленкой. Ну и в принципе может любой желающий подойти и посмотреть, что там находится и как это выглядит. Из-под пленки просматриваются старые стены, круглые арки. Проходы заложены кирпичом. Ну а на высоте виднеется уже современный построенный дом. Копать в Германии самостоятельно запрещено. Вы можете это делать на вашем частном участке, но нигде более. Монополия на это принадлежит целиком государству. Посмотрим на Дунай. Ну летом у нас здесь относительно тепло, очень интересно, все зеленое вокруг. Берега выложены камнями, не целиком, но частично. По Дунаю проходят границы между двумя федеральными землями. Бавария и Баден-Вюртенберг. Вот в данный момент я снимаю Баварию с побережья Баден-Вюртенберга. Это остров на Дунае. Я поднялся на аттракцион для туристов, ну и с винтовой лестницы посмотрел на округу. Мне удалось обнаружить еще очень большое количество вещей, также мест, которые я хотел бы посетить. Вам не надо ходить куда-то далеко. Все абсолютно рядом, все у вас под ногами, все у вас перед носом. Просто посмотрите, присмотритесь внимательно к тому, что вас окружает. Любая деталь любого города имеет свое предназначение и просто так она на этом месте не оказалась. Ну а это вот и сама стройка и кабинка для зевак, из которой они могут разглядывать проведение строительных работ и археологические раскопки. Итак, мы обошли стройплощадку со всех сторон. На этом снимке мы видим Дунай и здание такой вот П-образной формы. Здание было построено в 1954 году и спустя 65 лет его почему-то сносят. Когда это здание строили после войны, на место сегодняшних раскопок как-то случайно не наткнулись. На этом плане звездочкой я обозначил место проведения раскопок. Как вы видите, над этим местом была просто дорога. Стоя у этих ворот, выходящих к Дунаю, я нахожусь примерно на нулевой отметке фундамента будущего здания. Перепад высоты составляет примерно 7 метров. Арковорот, как обычно, закругленный. Качество кирпича и кладки отменные. Это одна из стенок котлована. Глина на глине. А это ворота, пройдя которые можно выйти на берег Дуная. Это вид с северо-восточной стороны стройплощадки. Но вот с юго-западной стороны попались вот такие вот бетонные сваи. Сваи как сваи им чушь там. Но где-то я их уже в Ульме видел. И не так давно, и тоже на одной из строек в центре города. А было это в апреле 2018 года, прямо напротив центрального вокзала города Ульм. А эти 25-метровые сваи диаметром 1 метр заколотили сюда именно древние римляне. Меня интересует только одно. Чем они мудрились это сделать и как они их сюда доставили. Глубина котлована здесь примерно от 7 до 10 метров и зависит от перепада высот. Эти сваи явно сюда не вписываются и остались от предыдущей перезагрузки. Под белым навесом сейчас идут археологические раскопки. На 16 июля было обнаружено примерно 150 скелетов. По официальной версии здесь располагалось кладбище, которое расположили прямо на больничном дворе. Это вид на городскую стену в сторону Дуная. А тут каким-то странным образом появилась куча круглых колонн, выполненных из кирпича. Потом их почему-то завалило культурным слоем. Примерно так метров на 7, 8, 9, 10. Проведение археологических работ здесь заметно по биркам, торчащим на стенах. По рассказу археологов, первые скелеты начали попадаться на глубине около 6 метров. Вдумайтесь, глубина 6 метров. Кто так глубоко будет закапывать покойников? Сейчас они находятся на глубине примерно 8 метров, но продолжат копать ориентировочно, может быть, еще на 2 метра вглубь. Обнаруженные останки людей отнесли примерно к позднему средневековью, ну а точнее где-то период между 13 и 16 веком. На месте этих раскопок также был антрополог, который дал свое заключение. С ним я вас так сейчас немного ознакомлю. В захоронении обнаружены погибшие и умершие. Здесь лежат младенцы, мужчины, женщины и старики. Основная причина смерти – это насильственная смерть. Те же, кто умер своей смертью, умерли от сифилиза, рака или недостаточного питания. Точное уже объяснение, почему этих погибших свалили именно здесь, мне так дать никто и не смог. Правдивее и откровеннее мне, пожалуй, бы рассказали об этом мусоре, который остался с прошлой стройки. Это фотография самого места раскопок. Это то, что скрыто от наших взглядов под навесом. Это останки человека, и лежат они не в черноземе, а в какой-то саже. Кто и зачем сжег здесь этих людей? Может быть, они искали здесь спасение во время очередной зачистки, а это место стало их братской могилой. Когда это было, вам могут точно сказать криминалисты, но им тут явно не место. Иначе официальная версия истории затрещит по швам. А вы, проходя мимо забора стройки, должны проследовать дальше, погружаясь в заботы вашего запрограммированного бытия. Благодарю вас за внимание. До новых встреч. Всем добра.